Здравствуйте, уважаемые друзья! Добро пожаловать на мой канал, где сегодня я для вас буду готовить непредзайденный бисквит Джеконда. В основе этого рецепта лежит миндальная мука, из-за чего бисквит имеет тонкий аромат ореха. Если вы являетесь поклонниками ореха, вам очень понравится этот бисквит. Бисквит имеет ровную, гладкую поверхность. Часто его используют для приготовления рулетов, муссовых десертов. Итак, давайте же приступать к приготовлению этого очень вкусного бисквита. Сахар и яйца взбиваем около 3 минут до посетления массы. Теперь добавляем пшеничную муку и миндальную муку. И взбиваем миксером 5 минут. Вливаем сливочное масло и 30 секунд еще миксером вымешиваем. Отставляем в сторону эту массу. И теперь работаем с белками. Взбиваем белки холодные до пиков. Духовку ставьте разогреваться до 200 градусов. И посуда должна быть чистая, сухая, иначе белки плохо забьются. Подготовьте форму для выпечки. Устелите пергаментной бумагой. И теперь в 3 этапа круговыми движениями лопатка вводим белки в наше тесто. И вмешиваем, чтобы не было отдельно белых следов белка. Тесто переливаем в нашу форму для выпечки. Выпекаем около 20 минут. Смотрите по вашей духовке, чтобы вы его не спалили до приятного золотистого цвета. Бисквит выпекался ровно 23 минуты. Смотрите, чтобы у вас цвет был приятный, не темный, как у меня. Даем ему остыть и вынимаем из разъемной формы. Все, друзья, бисквит окончательно готов. Форму сняли, остыл. Вот такой вот он, смотрите, аж пружинит какой он. Мягкий, эластичный, равномерно. Постараюсь показать вам максимально приблизить, равномерно. Поднимается, ровный. Просто не пирог, а бисквит. Все хочу пирогом назвать идеальный. Поэтому, если вам нужен именно такой для ваших десертов бисквит, пожалуйста, воспользуйтесь рецептом, не пожалеете. Просто сказка. Долго сохраняет свою мягкость после выпечки. И что очень характерно, он очень ровный. Все, спасибо, что смотрели мое видео, ребята. Не забывайте подписываться. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok